Создавший нас Господи, помилуй нас. Без числа мы согрешили. Господи, прости и помилуй нас грешно. Благослови Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, Преподобных и Богоносных Отцов Наших Всех Святых. Помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездесущий, Весь мир, наполняющий источник благ и податель жизни. Приди и вселиственная, очистенная, от всяких скверных спаси блажа души и наша. Святый Божий, Святый Крепкий и Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий и Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий и Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наше, Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети исцеленьемощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, но и неприсно, и во веки веков, аминь Отче наш, иже и Сына небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое Да будет воля Твоя, кана небесе и на земле, и хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день И остави нам долги наши, и окажем остальным должником нашим И не веди на свои искушения, но избави нас от лукавого, и вот в Царство и Силу, и слава во веки, аминь Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, но и неприсно, и во веки веков, аминь Придите поклонимся Царю нашему Богу Придите поклонимся и преподим Христу Царю нашему Богу Придите поклонимся и преподим Самому Христу Царю и Богу нашему Деяния святых апостолов, первая глава Первую книгу Феофил написал и обо всем, что Иисус сделал и чему учил от начала До того дня, в который Он вознесся, дав святым духом повеления апостолам, которых Он избрал Которыми явил Себя живым в пострадании Своем со многими верными доказательствами В продолжении сорока дней являясь ими, говоря о Царстве Божьем И собрав их, Он повелел им Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня Ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после сего будете крещены духом святым Поэтому они, собравшись, спрашивали его, говоря Не в это ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой И будете Мне свидетелями в Иерусалиме И во всей Иудее, и Самаре, и даже до края земли Сказав это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из виду И когда они смотрели на небо во время восхождения его Вдруг предстали им два мужа в белой одежде И сказали Мужи галилейские Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, воздевшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Леон Которая находится близ Иерусалима на расстоянии субботнего пути И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Яков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей Яков, Алфеев и Симон, Зилот и Иуда, брат Якова Все они единодушно пребывали в молитве с некоторыми женщинами И Марией, Матерью Иисуса, и с братьями его И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал Было же собрание человека около 120 Мужи-братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса Он был сопричислен к нам и получил жребий служения этого Но приобрел землю неправедной, мздой И когда не зринулся, расселось чрево его и выпали все внутренности его И это сделалось известным всем жителям Иерусалима Так что земля-то на отечественном их наречии названа отел-дома, то есть земля крови В книге же Псалмов написано Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем И достоинство его допримет другой Итак, надо было, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и общался с нами Господь Иисус Начиная от крещения Иоанна до того дня, в который он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения его И поставили двоих Иосифа, называемого Пасавой, который прозван Иустом, и Матфея И помолились и сказали Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из этих двоих одного, которого ты избрал Принять жребие этого служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место И бросили они жребие, и выпал жребие Матфея И он сопричислен к одиннадцати апостолам Иди, читай Он же справился со штативом Держи Не хочет, не надо Плова вторая При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра И наполнил весь дом, где они находились Явились им разделяющиеся языки, как бы огненные И почили по одному на каждом из них И исполнились все Духа Святого И начали говорить на иных языках, как Дух давал им вещать В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные Из всякого народа под небом Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел смятение Ибо каждый слышал их, говорящих его наречия И все изумлялись и делились, говоря между собой Эти говорящие не все ли галилеяне Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились Парфяне и Медийцы, и Еламиты и жители Месопотамии Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии Фриги и Помфилии, Египта и частей Ливии, примыкающих к Киринеи И пришедшие из Рима иудеи и празелиты Критяне и Аравитяне слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих И изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу Что это значит? А ины, насмехаясь, говорили А они напились сладкого вина Петр же, встав с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме Это да будет вам известно И внимайте словам моим Они не пьяны, как вы думаете Ибо теперь третий час дня Но это предсказанное пророком Иоилем И будет в последние дни, говорит Бог И зальет духа моего на всякую плоть И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши И юноши ваши будут видеть видения И старцы ваши с наведениями в разумлями будут И на рабов моих, и на рабынь моих В те дни зальет духа моего И будут пророчествовать И покажу чудеса на небе вверху И знамения на земле внизу Кровь и огонь и курение дыма Солнце превратится во тьму И луна в кровь Прежде нежели наступит день Господа Великий и славный И будет Всякий, кто призовет имя Господа, спасется Мужи израильские Выслушайте слова эти Иисуса Назарея, мужа За свидетельство вогнавам от Бога Силами и чудесами и знамениями Которые Бог сотворил через него среди вас Как и сами знаете Всего по определенному совету И предвидению Божьему преданного Вы взяли И при гвозди в руками беззаконных убили Но Бог воскресил его Расторгнув узы смерти Потому что ей невозможно было удержать его Ибо Давид говорит о нем Видел я перед собой Господа всегда Ибо он одеснуй меня, дабы я не поколебался Оттого возрадовалось сердце мое И возвеселился язык мой Даже и плоть моя будет упокоиться в уповании Ибо ты не оставишь души моей в аду И не дашь святому твоему увидеть тление Ты дал мне познать путь жизни Ты исполнишь меня радостью перед лицом твоим Мужи, братья, да будет позволено С терзновением сказать вам о праотце Давиде Что он и умер и погребен И гроб его у нас до сего дня Будучи же пророком и зная Что Бог с клятвой обещал ему от плода Чресло его воздвигнуть Христа во плоти И посадить на престоле его Он прежде сказал о воскресении Христа Что не оставлена душа его в аду И плоть его не видела тления Всего Иисуса Бог воскресил Чему все мы свидетели И так он был вознесен десницей Божией И при нем от Отца обетование Святого Духа Излил то, что вы ныне видите и слышите Ибо Давид не вошел на небеса Но сам говорит Сказал Господь Господу моему Воссядь и деснуй меня Да коли положу врагов твоих В подножие ног твоих И так твердо знай весь дом Израилев Что Бог сделал Господом и Христом Всего Иисуса, которого вы распяли Услышав это, они умилились сердцем И сказали Петру и прочим апостолам Что нам делать, мужи и братья Петр же сказал им Покайтесь И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа Для прощения грехов И получите дар Святого Духа Ибо вам принадлежит обетование И детям вашим И всем дальним Кого не призовет Господь Бог наш И другими многими словами Он свидетельствовал и увещевал Говоря Спасайтесь от рода этого развращенного И так охотно принявшие Слово Его Крестились и присоединились В тот день душ около трех тысяч И они припостоянно пребывали В учении апостолов В общении и преломлении хлеба И в молитвах Был же страх на всякой душе И много чудес и знамений Совершилось через апостола в Иерусалиме Все же верующие были вместе И имели все общее И продавали имение И всякую собственность И разделяли всем Смотря по нужде каждого И каждый день Единодушно пребывали в храме И преломляя по домам хлеб Принимали пищу, веселье и простоте сердца Хваля Бога И находясь в любви у всего народа Господь же ежедневно прилагал Спасаемых в церкви Некоторый же муж по имени Анания С женой своей Сапфирой Продав имение утаил из цены С ведома жены своей А некоторую часть Принес и положил к ногам апостолов Но Петр сказал ему Анания, для чего ты допустил сатане Вложить в сердце твою мысль Сказал солгать духу святому И утаить из цены земли Чем ты владел не твое ли было И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась Для чего ты положил это в сердце твоем Ты солгал не людям, а Богу Услышав эти слова, Анания пал бездыханием И великий страх объял всех услышавших это И встав, юноши приготовили его к погребению И вынеси похоронили Часа через три после этого пришла и жена его Не зная о случившемся Петр же спросил ее Скажи мне, за столько ли продали вы землю Она сказала, да за столько Но Петр сказал ей Что это согласились вы искусить духа Господнего Вот входят в дверь погребавший мужа твоего И тебя вынесут Вдруг она упала в ног его и испустила дух И юноши войдя Нашли ее мертвую И вынеси похоронили подле мужа ее И великий страх объял всю церковь И всех слышавших это Руками же апостолов совершались в народе Многие знамения и чудеса И все единодушно пребывали в притворе Соломоновым Из посторонних же никто не смел пристать к ним А народ прославлял их Верующих же в Господа присоединялось более и более Множество мужчин и женщин Так что выносили больных на улице И клали на постелях и кроватях Дабы хоть тень проходящего Петра Синила кого из них Сходились также в Иерусалим Многие из окрестных городов Не себя больных и нечистых духами одержимых Которые и исцелялись все Пересвященник же и с ним Все принадлежавшие к Ересе Саддукейской Исполнили зависти И наложили руки свои на апостолов И заключили их в народную темницу Но ангел Господень ночью Отворил двери темницы и увидев сказал Идите и став в храме Говорите народу все эти слова жизни Они выслушав вошли утром в храм и учили Между тем пересвященник И который с ними придя Созвали синедрионы всех старейшин И сынов Израилевых И послали в темницу привезти апостолов Но служители придя не нашли их темницы И возвратившись донесли Говоря темницу мы нашли заперты Со всеми предосторожностью И стражи стоящими перед дверями Но отворив не нашли в ней никого Когда услышав эти слова Начальник храмовой стражи И пересвященники Они не удумевали Что бы это значило Пришел же некто и донес им Говоря вот мужи Которых мы заключили в темницу Стоят в храме и учат народ Тогда начальник стражи пошел Со служителями и привел их без принуждения Потому что боялись народа Что бы не побили их камнями Приведя же их Поставили в сине древоне И спросил в пересвящении Говоря Не запретили ли мы вам Строго настрого учить о имени этом И вот вы наполнили Иерусалим Учением вашим И хотите навести на нас Кровь того человека Петр же и апостолы В ответ сказали Должно повиноваться больше Богу Нежели людям Бог отцов наших Воскресил Иисуса Которого вы умертвили Повесив на древе Его возвысил Бог десницею своей В начальника и спасителя Дабы дать Израилю покаяние И прощение грехов Свидетели ему в этом мы И дух святой Которого Бог дал повинующимся ему Услышав это Они пришли в ярость И решили умертвить их Ставшись в сине древоне Некто фарисей именем Гамалиил Законоучитель Уважаемый всем народом Приказал вывести апостолов На короткое время А им сказал Мужи израильские Подумайте сами себе О людях этих Что вам с ними делать Ибо незадолго До этого явился Февда Выдавая себя за кого-то великого И к нему пристало Около четырехсот человек Но он был убит И все которые слушались его Расселись и исчезли После него во время переписи Явился Иуда Галилеянин И увлек за собой много народу Но он погиб И все которые слушались его Расселись И ныне говорю вам Отстаньте от людей этих И оставьте их Ибо если Это предприятие И это дело от людей То оно разрушится А если от Бога То вы не можете разрушить его Берегитесь Чтобы вам не оказался И богопротивниками Они послушались его И призвав апостолов Били их И запретив им говорить Об имени Иисуса Отпустили их Они же пошли Синедриона радуя Что за имя Господа Иисуса Удостоились Принять бесчестие И всякий день В храме И по домам Не переставали Учить и благовествовать Об Иисусе Христе В эти дни Когда умножались ученики Произошел У эллинистов Ропотно евреев Из-за того Что вдовицы Их пренебрегаемы Были в ежедневном Обслуживании Тогда 12 апостолов Созвав множество Учеников сказали Нехорошо нам Оставить слово Божье Печься в столах Итак Братья Выберите Среди себя Семь человек Изведанных Исполненных Святого Духа И мудрости Их поставили На эту службу А мы постоянно Прибуем в молитве И служении Слова И угодно было Это предложение Всему собранию И избрали Стефана Мужа исполненного Верой Духа Святого И Филиппа И Прохора И Неканона И Тимона И Парамена И Николая Антихийца Обращенного Из язычников И поставили Предапостолами И эти Помолившись Возложили на них руки И Слово Божье Расло Число учеников В всем Умножалось А Стефан Исполненный Верой И силой Свершал Великие чудеса И знамения В народе Некоторые Так называемые Синагоги Либертинцев И киренийцев И александрийцев И некоторые Кириевики И Асии Вступили в спор Со Стефаном Но они могли Противостоять Мудрости И Духу Которому он говорил Да научили Они некоторых сказать Мы слышали Как он говорил Кучуственные слова На Моисея И на Бога И возбудили народ И старейшин И книжников И напав схватили его И повелись Синагоги И представили Ложных следителей Которые говорили И этот человек Не предстает Говорить Противостоянные слова На святое место Это и на закон Ибо мы слышали Как он говорил Что Иисус Назарей Развужит место Это и применит Обычие Которое предал Нам Моисей И все Видевшиеся Синагоги Несмотря на него Видели лицо Его как лицо Ангела Тогда сказал Предосвященник Так ли это Но он сказал Мужи и братья И отцы Послушайте Бог славы Явился отцу нашему Аврааму Месопотамии Прежде переселения Его в Хараан И сказал ему Выйди из земли твоей И из родства твоего И из дома отца твоего И иди Пойди в землю В которую Повожу тебе Тогда он вышел Из земли Халдейской И поселился в Хараане А оттуда После смерти отца его Переселил его Бог В эту землю В которой вы ныне живете И не дал ему На ней наследство Ни на стопу ноги Обещал дать ее Во владение Ему и потомствовал По нем Когда еще был Он бездетен И сказал ему Бог Что потомки его Будут переселены В чужой земле И будут порабощены И будут порабощены И притеснения Лет четыреста Но я Сказал Бог Произведу суд Над тем народом У которого Они будут В порабощении И после того Они выйдут И будут служить Мне на этом месте И дал ему Зайд обрезание После этого Родил он Исаака И обрезал его В восьмой день А Исаак родил Иакова Иакова же Двенадцать патриархов Патриархи Из зависти Продали Иосифа в Египет Но Бог был с ним Избавил его От все скорби И даровал Мудрость ему И благоволение Царя Египетского Фараона Который и поставил Его начальником Над Египтом Над всем домом Своим И пришел Голод И великая скорбь На всю землю Египетскую И Ханаанскую И отцы наши Не находили пропитания Иаков же услышав Что есть хлеб В Египте Послал туда Отцов наших В первый раз И когда они Пришли во второй раз Иосиф открылся Братьям своим И известен стал Фараону Род Иосифа Иосиф послал Призвал отца своего Иакова И все родство свое Душ Семь Семьдесят пять Иаков Перешел в Египет И скачался сам И отцы наши И перенесены были В Сихем И положены гробницы Которую купил Авраам Ценой серебра У сынов Емора Сихемова По мере того Приближалось время Исполниться бытование Которым Клялся Бог Авраам Народ возрастал И умножался в Египте До сих пор Пока не восстал Иной царь Который не знал Иосифа Этот Ухищряясь Против народа нашего Признял отцов наших Принуждая их Бросать детей своих Чтобы не оставались живых В это время Родился Моисей И был прекрасен Перед Богом Три месяца Он был питаем В доме отца своего Когда был брошен Взяла его дочь фараона И воспитала его Свою себя как сына Научен был Моисей Семьдесят египетской И был себя в словах И делах Даже исполнилось ему Сорок лет Пришло ему Все расследства Посетить братьев своих И сынов Израилевых И видев одного из них Обижаемого Ступился И отомстил за скобленного Поразив египтянина Он думал Поднимут братья его Что Бог рукой Его дает им спасение Но они не поняли А следующий день Когда некоторые из них Дрались Он явился И склонял их Миру Говоря Вы братья Зачем убежать Друг друга Но обижавши Ближнего Оттолкнул его Сказав Кто тебя поставил Над начальником Судьей над нами Не хочешь ли ты Убить и меня Как вчера Убил египтянина Из этих слов Моисей убежал И сделал сопрошедшим В земле Мадиамской Где родились От него два сына По истечении сорока лет Елся ему в пустыне Горы Синай Ангел Господень В пламени Горящего тернового куста Моисей увидел И удивился видению А когда подходил То рассмотреть Был к нему глаз Господень Я Бог отцов твоих Бог Авраама Бог Исакова И Бог Акова Моисей об этом Трепутом Не смел смотреть Сказал ему Господь Сними обувь с ног твоих И во место На котором ты стоишь И земля святая Я вижу присоединение Народа моего в Египте И слышав тянание его И не шел избавить его Как и так Пойди Я пришлю тебя в Египет Этого Моисея Которого они отвергли Сказав Кто тебя поставил Начальником и судьей Этого Бог через ангела Елизавшуюся ему В темном кусте Послал начальником И избавителем Этот выволок Сотворил чудеса Из заменения В земле Египетской И в терном море И в пустыне И в продолжении Сорока лет Этот Моисей Который спасал Сынам Израильвам Пророка возыгрит И ван Господь Бог ваш Из братьев ваших Как меня его слушайте Это тот Кто был в собрании В пустыне С ангелом Говоривший ему На горе Синай И с отцами нашими Который принял Живые слова Чтобы передать нам Которым отцы наши Не хотели быть послушными Но отринули его И обратились С сердцами своими К Египту Сказав Аарону Сделай нам богов Которых предшествовало Либо нам Ибо с Моисеем Который вывел Нас из земли Египетска Не знаем что случилось И сделали в тени Тельца И принесли Жертву идола И веселились Пред делом рук своих Бог же отротился И оставил Их служить Войнству небесному Как написано В книге пророков Дом Израиля Приносили ли вы мне Заклание И жертвы В продолжении Сорока лет В пустыне Вы приняли Скинию Малоха И звезду Бога вашего Марию Буфана Изображение Которое вы сделали Чтобы поклоняться им И я переселю вас Далее в Вавилон Скиния свидетельство Была у отцов Наших в пустыне А поверил Говорящий Моисею Сделать ее По образу им Виденному Отцы наши С Иисусом Взяв ее Несли во владение Народов Изгненных Богом От лица Отцов наших Так было Для них И Давида Этот обрел Благодать Перед Богом И молил Чтобы найти Жилищие Богу Иакова Соломон же Поставил ему дом Но Всевышний Не в рукавотворных Храмах живет Как говорил Пророк Небо престол Мой И земля Под ножей Ног моих Какой дом Сожжите мне Говорит Господь И какое место Для покоя моего Не моя ли рука Сотворила все это Растаковые Люди С них Обрезаны Сердцами И ушами Вы всегда Противитесь Духу Святому Как отцы ваши Так и вы Кого из пророков Не гнали отцы ваши Они убили Возвестивших Пришествие праведника Которого Предателями Убийцами Сделались ныне вы Вы Которые приняли закон Прослужение ангелов И не сохранили Слушая это Они рвались Сердцами своими И скрежетали на него Зубами Стефан же Будучи исполнен Духа Святого Возрев на небо Увидел славу Божию Иисуса Стоящего в лесную Бога И сказал Вот я вижу Небеса отверсты И сына человеческого Стоящего в лесную Бога Но они заключав Громким голосом Затыкали уши свои И единодушно Стремились на него И выведя за город Стали побивать его Камнями Святители же Положили в свою одежду У ног юноши По имени Савл И побивали Камнями Стефана Который молился И говорил Господи Иисусе Прими дух мой Преклонив колени И воскликнул Громким голосом Господи Не умени им греха этого И сказав это Почил Храм В час молитвы Девятый И был человек Храмой Чрево Матери его Все Третий же Ты что не видишь Я не почитал А в два Петр и Иоанн Шли вместе в храм В час молитвы Девятый И был человек Храмой От чрева Матери его Которого Носили И Сажали Каждый день При дверях храма Называем их Красивыми Просить Милостыни У входящих в храм Он Увидев Петра И Иоанна Пред входом В храм Просил у них Милостыни Петр С Иоанном Смотревшись В него Сказали Взгляни на нас И он Пристально Посмотрел на них Надеясь Получить От них Что-нибудь Но Петр Сказал Севра И золото Нет у меня А что именно То даю тебе Имею А что имею То даю тебе Во имя Иисуса Христа Назрея Встань и ходи И взяв его за правую Руку поднял И вдруг Укрепились Его ступни И колени И скачив Встал И начал ходить И вошел С ними В храм Входя И скача И хваля Бога И весь народ Видел его ходящим И хваляющим Бога И узнали Его Что это был Тот Который сидел Украсил Двери храма Для сбора Милостыни Исполнились Ужаса Изумления От случившихся С ним И как исцеленный Храмой Не отходил От Петра Иоанна То весь народ В изумлении Сбежался К ним В притвор Называемый Соломоновым Увидев это Петр сказал народу Мужи израильские Что удивитесь Это ему Что удивитесь Этому Или Что смотрите на нас Как будто мы Своей силой Или благочестием Сделали то Что он ходит Бог Авраама И Исаака И Иакова Бог отцов наших Поставил сына Своего Иисуса Которого Вы Предали И тот Которого Отреклись Перед лицом Пилата Когда он Полагал Освободить его Но вы От святого И праведного Отреклись И просили Даровать вам Человека Убийцу А начальника Жизни Убили Всего Бог Воскресил Измертых Почему Мы Свидетели И поверь В имя Его Имя Его Укрепило Его Которого Вы Видите И знаете И вера Которая От него Даровала Ему Исцеление Это Перед Всеми Вами Впрочем Я знаю Братья Что вы Как и начальники Ваши Сделали Это По неведению Бог Жили Как Предвозвестил Устами Всех Своих Пророков Поставить Христу Пострадать Христу Так И Исполнил И так Покайтесь И обратитесь Чтобы Загладить Грехи Ваши Да Придут Времена От Рады От Лица Господа И да Пошлет Он Предназначенного Вам Иисус Христа Которого Небо Должно Было Принять Его Время До Времен Совершения Всего Что Говорил Бог Устами Всех Святых Своих Пророков От Века Моисий Сказал Отцам Господь Бог Ваш Воздвигнет Вам Из Братьев Ваших Пророка Как Меня Слушайтесь Его Во всем Что Он Не Будет Говорить Вам И Будет Что Всякая Душа Которая Не Послужит Пророка Того Истребится Из Народа И Все Пророки От Самуила И После Него Несколько Несколько Их Не Говорила Также Превозвестили Дни Эти Вы Сыны Пророков Сыны Пророков Из Завета Который Возвещал Бог Отцам Вашим Говоря Аврааму И Все Всемени Твоем Благословлятся Все Племена Земные Бог Бог Воскреси Сына Своего Иисуса К вам Первым Послал Его Благословить Вас Отвращая Каждого От злых Дел Ваших Начальники Народа И старейшины Пренебреженный Вами Строителями Но Сделавшийся Главой Угла И нет Ни в ком Ином Спасения Ибо нет Другого Имени Под небом Данного Людям Которое Надлежало Бы Нам Спастись Видя Смелость Петра Иоанна Заметив Что Они Люди Не Книжные И Простые Они Удивлялись Между Тем Узнавали Их Что Они Были С Иисусом Видя Исцеленного Человека Стоящего С ними Ничего Не могли Сказать Против И Приказав Им Выйти Вон Из Синедриона Рассуждали Между Собой Говоря Что Нам Делать С Этими Людьми Ибо Всем Живущим В Иерусалиме Известно Что Они Сделали Им Сделано Явное Чудо И Мы Не Можем Опровергнуть Разгласилось Это Народе С угрозой Запретим Им Чтобы Не говорили Об имени Никому Из людей Не призвав Их Приказали Им Совсем Не говорить И не учить Во имя Иисуса Но Петр И Иоанн Сказали Им В ответ Судите Справедливо Судите Судите Справедливо Ли Перед Богом Слушать Более Вас Более Нежели Бога Мы Не Можем Не Говорить Того Что Видели И Слышали Они Прикрозив Приступили Отпустили Их Не Находя Возможности Наказать Их Из-за Народа Потому Что Все Прославляли Бога И Происшедшее Ибо Лет Более Сорока Было Тому Человеку С Которым Произошло Это Исцеление Быв Отпущены Они Пришли Своим И Пересказали Что Говорили Им Пересвященники Старейшины Они Выслышав Единодушно Возвысили Голос Богу И Сказали Владыка Божий Сотворивший Небо И Землю Море И Все Что В Них Ты Устами Отца Нашего Давида Рабатывая Его Сказал Духом Святым Что Мятутся Язычники И народы Размышляют Тщетные Замышляют Тщетные Восставили Цари Земные И Кназья Собрались Вместе Против Господа И Христа Его Ибо Поистине Собрались В городе Этом На Святого Сына Твоего Иисуса Помязанного Тобой Ирод И Понти Пилат С язычниками И народом Израильским Чтобы Сделать То Чему Быть Предопределила Рука Твоя И Совет Твой И Ныне Господи Возри На Угрозы Их И Дай Нам Рабан Твоим Со Сей Смелостью Говорить Слово Твое Тогда Когда Ты Простираешь Руку Твою На Исцеление И На Совершение Знамений И чудес Именем Святого Сына Твоего Иисуса Ибо По Молитве Их Поколебалось Место Где Они Были Собраны И И Исполнились Все Духа Святого И Говорили Слово Божие С дерзновением У Множество У Верующих Было Одно Сердце И Одна Душа Никто Ничего Не Измени Из Имения Своего Не Называл Своим Но Все У Них Было Общее Апостолы С Великой Силой Свидетельствовали О Воскресении Господа Иисуса Христа И Великая Благодать Была На Всех Них Не Было Между Ними Никого Нуждающегося Ибо Все Которые Владели Землями И Домами Продавая Их Приносили Цену Проданного И Помогали И Полагали К ногам Апостолов И Каждому Доставалось В Чем Кто Имел Нужду Так Иосия Прозванный Апостолами Варнавой Что Значит Сын Утешения Левит Родом Киприот У Которого Была Своя Земля Продал Ее Принес Деньги И Положил К Ногам Апостолов Восьмая Глава Савал же Одобрял Убиение Его В те Дни Произошло Великое Гонение На Церковь В Иерусалиме И все Кроме Апостолов Рассеялись По разным местам Иудеи И Самарии Стефана же Погребли мужей Благовейные И сделали Великий плач По нем А Савал Терзал Церковь Входя В дома И влача Мужчин И женщин Отдавал В темницу Между тем Рассеявшиеся Ходили И благовествовали Слово Так Филипп Пришел В город Самарийский И проповедовал Им Христа Народ Единодушно Внимал Тому Что Говорил Филипп Слыша И видя Какие Он Творил Чудеса Ибо Нечистые Духи Из многих Одержимых Ими Выходили С великим Воплем А многие Парализованные И хромые Исцелялись И была Радость Великая В том Городе Находился В городе Некий Муж По имени Симон Который Перед тем Волховал И изумлял Народ Самарийский Выдавая Себя За Какого-то Великого Ему Внимали Все От Малого До Большого Говоря Это Великая Сила Божия А Внимали Ему Потому Что Он Немало Время Изумлял Их Волхвованиями Но Когда Поверили Филиппу Благовестующему О Царстве Божием И Имени Иисуса Христа То Крестились И мужчины И женщины Уверовал И сам Симон И Крестившись Не отходил От Филиппа И Видя Совершающиеся Великие силы И знамения Изумлялся Находившиеся В Иерусалиме Апостолы Услышав Что Самаряне Приняли Слово Божие Послали К ним Петра И Иоанна Которые Придя Помолились О них Чтобы Они Приняли Духа Святого Ибо Он Не Сходил Еще Ни На Одного Из Них А Только Были Они Крещены Во Имя Господа Иисуса Тогда Возложили Руки И Они Приняли Духа Святого Симон Увидев Что Через Возложение Рук Апостольских Дается Дух Святой Принес Им Деньги Говоря Дайте Мне Власть Эту Чтобы Тот На кого Я Возложил Руки Получал Духа Святого Но Петр Сказал Ему Серебро Твое Да Будет В погибель Тебе Потому Что Ты Помысл Дар Божий Получить За Деньги Нет Тебе В этом Части И Жребия Ибо Сердце Твое Неправо Перед Богом Итак Покайся В этом Грехе Твое И Молись Богу Может Быть Проститься Тебе Помысел Сердца Твоего Ибо Вижу Тебя Исполнено В горькой Желчи И В узах Неправды Симон же Сказал В ответ Помолитесь Вы за Меня Господу Дабы Не постигло Мне Ничто Исказан Вами Они же Засвидетельствовав И проповедов Слово Господне Пошли Обратно В Иерусалим И во многих Селениях Самарийских Проповедовали Евангелие А Филиппу Ангел Господний Сказал Встань И Иди на юг На дорогу Идущую Из Иерусалима В Газу На ту Которая Пуста Он Встал И пошел И вот Один Эфиоп Евнух Вельможа Кандакии Царица Эфиопской Хранитель Всех Сокровищ Ее Приезжавший В Иерусалим Для поклонения Возвращался И сидя На колеснице Своей Читал Пророка Исаию Дух Сказал Филиппу Подойди И пристань К этой колеснице В унижении Его суд Его Совершился Но род Его Кто Разъяснит Ибо Забирается От земли Жизнь Его Евнух Сказал Филиппу Прошу Тебя Сказать О ком Это пророк Говорит О себе Или О ком Другом Филиппу Отверз Уста Своей И начав От этого Местописания Благовествовал Ему Об Иисусе Между тем Продолжая Путь Они Приехали К воде И Ему Сказал Вот вода Что препятствует Мне креститься Филипп Сказал Ему Если Веруешь От всего Сердца Можно Он Сказал В ответ Верую Что Иисус Христос Сын Божий И Приказал Остановить Колесницу И Сошли Оба В воду Филипп И Евнух И Крестил Его Когда Они Вышли Из воды Дух Святой Сошел На Евнуха А Филиппа Восхитил Ангел Господень И Евнух Уже Не Видел Его И Продолжал Путь Радуясь А Филипп Оказался В Азоте И Проходя Благовествовал Сим Городам Пока Пришел В Кесарию Деяния Святых Апостолов Девятая Глава Савл же Еще Дыша Угрозами И Убийством На Учеников Господа Пришел К Первосвященнику И Выпросил У него Письмо В Дамаск К Синагогам Чтобы Кого Найдет Следующим В Иерусалим Когда же Он Шел И Приближался К Дамаску Внезапно Сиял Его Свет С неба Он Упал На землю И Услышал Голос Говорящий Ему Савл Савл Что Ты Гонишь Меня Он Сказал Кто Ты Господи Господь Жи Сказал Я Иисус Которого Ты Гонишь Трудно Тебе Идти Против Вражна Он В трепете И ужасе Сказал Господи И Господь Сказал Ему Встань И Иди В город И Сказано Будет Тебе Что Тебе Надо Делать Люди Шедшие С ним Стояли В оцепенении Слыша Голоса Никого Не Видя Савл Встал С земли И с открытыми Глазами Никого Не Видел И Повели Его За руки И Привели В Дамаск И Три Дня Он Не Видел И Не Ел И Не В Дамаске Был Один Ученик По имени Анания И Господь В Видении Сказал Ему Анания Он Сказал Я Господи Господь Сказал Ему Встань И Пойди На улицу Так называемую Прямую И Спроси В Иудином Доме Торсянина По имени Савл Он Теперь Молится И Видел Видение Мужа По имени Анания Пришедшего К нему И Возложившего На него Руки Чтобы Он Прозрел Анания Отвечал Господи Я Слышал От многих Об этом Человеке Сколько Зла Сделал Святым Твоим В Иерусалиме И Здесь Имеет От Превосвященников Власть Вязать Всех Призывающих Имя Твое Но Господь Сказал Ему Иди Ибо Он Есть Мой Избранный Сосуд Чтобы Возвещать Имя Мое Перед Народами И Царями И Сынами Израилевыми И Я Покажу Ему Сколько Он Должен Пострадать За Имя Мое Анания Пошел И Вошел В дом И Возложив На него Руки Сказал Брат Савл Господь Иисус Явившийся Тебе На пути Которым Ты Шел Послал Меня Чтоб Ты Прозрел И И Исполнился Святого Духа И Тот Час Как будто Чешуя Пала От глаз Его И Вдруг Он Прозрел И Встав Крестился И Приняв Пищу Укрепился И Был Савл Несколько Дней С Учениками В Дамаске И Тот Час Стал Проповедовать Синагогах Об Иисусе Что Он Сын Божий И Все Слышавшие Дивились И Говорили Не Тот Ли Это Самый Который Гнал В Иерусалиме Призывающих Имя Это Да И Сюда Затем Пришел Чтобы Вязать И Вести К Первосвященникам А Савл Более Более Укреплялся И Приводил В Замешательство Иудеев Живущих Дамаске Доказывая Что Сей Есть Христос Когда же Прошло Довольно Времени Иудеи Решили Убить Его Но Савл Узнал Об этом Замысле Их А они День и Ночь Стерегли У ворот Чтобы Убить Его Ученики Женочью Взяв Его Спустили По стене В корзине Савл Прибыл В Иерусалим И старался Пристать К ученикам Но Все боялись Его Не веря Что Он Ученик Варнава Взяв Его Пришел К апостолам И рассказал Как на пути Он видел Господа И что Говорил Ему Господь И как Он В Дамаске Смело Проповедовал Во имя Иисуса И Пребывал Он С ними Входя Исходя В Иерусалим И смело Проповедовал Во имя Господа Иисуса Говорил Так же И состязался С соленистами А они Покушались Убить Его Братья Узнав Об этом Отправили Его В Кесарию И Препроводили В Тарс Церкви По всей Иудее Галилея И Самарии Были в покое Назидаясь И ходя Страхи Господним И при Утешении От Святого Духа Умножались Случилось Что Петр Обходя Всех Пришел К святым Живущим В Лидде Там Нашел Одного Человека По имени Эней Который Уже Восемь Лет Лежал В постели Петр Сказал Эней Исцеляет Тебя Иисус Христос Встань С постели Твоей И он Точас Встал И видели Его Все Живущие В Лиде И в Сароне Которые Обратились К Господу В Иопии Была Одна Ученица По имени Тавифа Что значит Серна Она была Богата Добрыми Делами И творила Много Милостыни Случилось В те Дни Что она Занемогла И Умерла Ее В Горнице А как Лида Была Близ Иопии То Ученики Услышав Что Петр Находится Там Послали К нему Двух Человек Просить Чтобы он Не замедлил Прийти К ним Петр Встав Пошел С ними И когда Он Прибыл Вели Его В Горницу И все Вдовицы Со слезами Предстали Прид ним Показывая Рубашки И платья Какие Делала Серна Живя С ними Петр Выслал Всех И преклонив Колени Помолился И обратившись К телу Сказал Тавифа Встань И она Открыла Глаза Свои И увидела Петра Села Он Подал Ей руку Поднял Ее И призвав Святых И вдовицы Поставил Его Перед ними Живой Это Сделалось Известным Во всей Иопии Многие Уверовали В Господа И довольно Дней Пробовал Он В Иопии У некого Симона Кожевника В Кесаре Был некий муж По имени Корнилий Сотник Из полка Называемого Италийским Благочестивый Боящийся Бога Со всем Домом Своим Творивший Много Милостыни Народу И весьма Молившийся Богу Он В видении Ясно Видел Около Девятого Часа Дня Ангела Божьего Который Вошел К нему И сказал Ему Корнилий Он же Взглянув На него И испугавшись Сказал Что Господи Ангел Отвещал Ему Молитвы Твои И милостыни Твои Пришли На память Пред Богом Итак Пошли Людей В Иопию И Презависим Назваем Его Петром Он Гостит У некого Симона Кожевника Дом Которого Находится У моря Он Скажет Тебе Слова Которыми Спасешься Ты И весь Дом Твой Когда Ангел Говорившись Корнилием Отошел То Он Призвав Двоих Из своих Слуг И благочестивого Воина Из находившихся При нем И Рассказав Им все Послал Их В Иопию На другой День Когда Они Шли И Приближались К Городу Петр Около Шестого Часа Взошел Наверх Дом Помолиться И Почувствовал Он Голод И Хотел Есть Между Тем Как Приготовляли Он Пришел В Выступление И Видит Открытое Небо Исходящее К нему Виники Сосуд Как Большое Полотно Привязанное За четыре Угла И Опускаемое На землю В нем Находились Всякие Четвероногие Животные И Присмыкающиеся Земли И Птица Небесная И Был Голос К нему Встань Петр Заколи И Ешь Но Петр Сказал Нет Господи Я Никогда Не ел Ничего Скверного Или Нечистого Тогда Во второй Раз Был Голос К нему Что Бог Очистил Того Ты Не Почитай Нечистым Это Повторилось Трижды И Сосуд Опять Поднялся На небо Когда же Петр Не Думывал В себе Что бы Значило Видение Которое Он Видел Вот Мужи Посланные Корнилием Расспросив О доме Симона О О Ворот И Крикнув Спросили Здесь Ли Симон Называем Петром Между Тем Как Петр Размышлял О Видении Дух Сказал Ему Вот Три Человека Ищут Тебя Стань Сойди И Иди С ними Нисколько Не Сомневаясь Ибо Я Послал Их Петр Сойдя К людям Присланным К нему От Корнилия Сказал Я Тот Которого Вы Ищете По Какому Делу Пришли Вы Они же Сказали Корнилий Сотник Муж Добродетельный И боящийся Бога Одобряемый Всем Народом Иудейским Получил От Святого Ангела Повеление Призвать Тебя В Дом Свой И Послушать Слов Твоих Тогда Петр Пригласив Их Угостил А На Другой День Встав Пошел С Ними И Некоторые Из Братьев Иопийских Пошли С Ним На Следующий День Пришли Они В Кесарию Корнилий Ж Ожидал Их Созвал Родственников Своих И Близких Друзей Когда Петр Входил Корнилий Встретил Его И поклонился Пав К ногам Его Петр Поднял Его Говоря Встань Я Тоже Человек И Беседуя С Ним Вошел В дом И Нашел Многих Собравшихся И Сказал Вы Знаете Что Иудею Возбранено Сообщаться Или Сближаться С Иноплеменником Но Мне Бог Открыл Чтобы Я Не Почитал Ни Одного Человека Скверным Или Нечистым Поэтому Я Будущий Позван И Пришел Беспрекословно И Так Спрашиваю По Какому Делу Вы Призвали Меня Корнилий Сказал Четвертого Дня Я Постился До Теперешнего Часа И В девятом Часу Молился В доме Своем И Вот Стал Предо Мною Муж Светлой Одежды И Говорит Корнилий Услышана Молитва Твоя И Милостыни Твои Воспомянулись Пред Богом И Так Пошли В Иопию Призови Симона Назовам Его Петром Он Грестит В доме Живняка Симона У моря Он Придет И Скажет Тебе Та Час Я Послал Тебе И Ты Хорошо Сделал Что Пришел Теперь Все Мы Предстоим Пред Богом Чтобы Выслушать Все Что Поверено Тебе От Бога Петр Отверз Уста И Сказал Истинно Познаю Что Бог Нелицеприятен Но Во всяком Народе Боящийся Его Поступающий По Правде Приятен Ему Он Послал Сынам Израилевым Слово Благовествуем Мир Через Иисуса Христа Все Есть Господь Всех Вы Знаете Происходившее По всей Иудее Начиная От Галилеи После Крещения Проповеданного Иоанном Как Бог Духом Святым И силой Помазал Иисуса Из Назарета И Он Ходил Благотворя И Исцеляя Всех Угнетаемых Дьяволом Потому Что Бог Был С Ним И Мы Свидетели Всего Что Сделал Он В Стране Иудейской И И И И И И Что Наконец Его Убили Повесив На Древе Всего Бог Воскресил В Третий День И Дал Ему Являться Не Всему Народу Но Свидетелям Предызбранным От Бога Нам Которые С Ним Ели И Пили По Воскресении Его Из Мертвых И Он Повелел Нам Проповедовать Людям И Свидетельствовать Что Он Есть Определенный От Бога Судья Живых И Мертвых О Нем Все Пророки Свидетельствуют Что Всякий Верующий В Него Получит Прощение Грехов Именем Его Когда Петр Еще Продолжал Эту Речь Дух Святой Сошел На Всех Слушавших Что Дар Святого Духа Излился И На Язычников Ибо Солышали И Говорящими Языками Величающих Бога Тогда Петр Сказал Кто Может Запретить Креститься Водой Тем Которые Как и мы Получили Святого Духа И Велел Им Креститься Во Имя Иисуса Христа Потом Они Просили Его Пробыть У них Несколько Дней Услышали Апостолы И Братья Бывшие Иудеи Что Язычники Приняли Слово Божие И Когда Петр Пришел В Иерусалим Обрезанные Упрекали Его Говоря Ты Ходил К людям Необрезанным И Ел С ними Петр Начал Рассказывать Им По Порядку Говоря В Городе Иопии Я Молился И В Вступлении Видел Видение Сходил Некий Сосуд Как Большое Полотно За четыре Угла Спускаем С неба И Спустилась Ко мне Я Посмотрел Него И Рассматривая Видел Четыряногих Земных Зверей Присмыкающихся И птиц Небесных И Услышал Я Голос Говорящий Мне Встань Петр Заколи И ешь Я Сказал Нет Господи Ничего Скорректного Или Нечистого Никогда Не Входило В уста Мои И Отвечал Мне Голос Вторичное С неба Что Бог Очистил Того Что Ты Не Почитай Того Ты Не Почитай Нечистым Это Было Три И Опять Поднялось Все На Небо И Вот В тот Самый Час Стали Перед Домом В Котором Я Был Три Человека Посланы Из Кесарии Ко Мне Дух Дух Сказал Мне Чтобы Я Шел С Шестеро Братьев И Мы Пришли В Дом Того Человека И Рассказал Нам Как Он Видел В Доме Своем Ангела Святого Который Встал И Сказал Ему Пошли В Его Людей И Призови Симона Называй Петром Он Скажет Тебе Слова Которые Спасешь Что Ты И Весь Дом Твой Тогда же Начал Я Говорить Сошел На них Как Он Говорил И И И Водой Вы Будете Крещены Духом Святым Итак Если Бог Дал Им Такой Дар Как И Нам Верушим Господа Иисус Христа То Кто Я Чтобы Воспомя Воспомя Воспя 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 Выслушав Это Они Успокоились И Прославили Бога Говоря Видно И Язычникам Дал Бог Покаяние В Жизнь Между Тем Гассившиеся От Гонения Бывшие Бывшего После Стефана Пошли До Финикии И Кипра И Антиохии Никому Не Проповедуя Слово Кроме Иудеев Были Некоторые Из Них Кип Кип Риоты И Кринейцы Которые Придя В Антиохию Говорили Элидам Благовествую Господа Иисуса И Была Рука Господня С ними И Великое Число Уверовав Обратилось Господу Дошел Слух Об этом До Церкви Иерусалимской И Получили Вогнаве Идти В Антиохию Он Прибыв И Увидел Благодать Божию Возрадовался И Убежал Всех Держаться Господа Искренним Сердцем Ибо Он Был Муж Добрый И Исполнительный Духа Святого И Верой И Приложилось Довольно Народа К Господу Потом Ванава Пошел В Тарс Искать Савва И Найдя Его Привел В Антиохию Целый год Забирались Они В церкви И учили Немалое Число Людей В Антиохии И В Антиохии Первые Стали Назвать Учеников Христианами В те Дни Пришли В Иерусалим В Антиохии Пророки И Один Из них По имени Гав Став Предозвестил Духом Что По всей Вселенной Будет Великий Голод Который И был При Кесаре Клавдии Тогда Ученики Решили Каждый По достатку Своему Послать Помощь Братьям Живущим В Иутее Что И сделали Послав Собранное Пресвитерам Через Вагналу Исавла Затем Взял И Петра Когда Ирод Хотел вывезти Потом Говорит Ему Надень одежду Твою И иди За мной Петр 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 вышел И следовал За ним Не зная Что делаемое Ангелом Было Действительно А думая Что Видит Видение Пройдя Первую И вторую Стражу Они Пришли К железным Воротам Ведущим Город Которые Сами Собой Отворились Им Но Они Вышли И прошли Одну Улицу Вдруг Ангела Не стало С ним Тогда Петр Придя В себя Сказал Теперь Я вижу Воистину Что Господь Послал Ангела Своего И избавил Меня От руки Ирода От всего Чего Ждал Народ Иудейский И Осмотревшись Пришел К дому Марии Матери Иоанна Названная Марком Где Многие Собрались И молились Когда же Петр Постучал У ворот То Вошла Ну то Вышла Послушать Служанка По имени Роида Рода И узнав Голос Петра От радости Не отворила Ворот Но Вбежав Объявила Что Петр Стоит У ворот А те Сказали Ей В своем Литый Уме Но Она Утверждала Своё Они же Говорили Это Ангел Его Между тем Петр Продолжал Стучать Когда же Отворили То Увидели Его И Изумились Он же Дав Знак Рукой Чтобы Молчали Рассказал Им Как Господь Вывел Его из Темницы И Сказал Уведомите Об этом Иакова И братьев Потом Выйдя Пошел В другое Место При При Наступлении Среди Война Поднялась Большая Тревога Что Сделалось Петром Что Сделалось Петром Ирот Жи Поискав Его И не Найдя Судил Стражи И велел Казнить Их Потом Он Отправился Из Иудеи И Кесарии И там оставался. Ирод был разражен на Тириан и Сиданян. Они же договорившись, пришли к нему и склонив на свою сторону власта постельничего царского, послали мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенное место и говорил к ним, а народ восклицал, это голос Бога, а не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славу Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось. И Варнава, и Савл по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Матиохию, взяв с собой Иоанна и прозванного Марком. День апостола, 13 глава. В Матиохию в местной церкви были некоторые пророки и учители. Варнава Симеон, называемый Нигер, и Луций Кирнеянец, и Манаил, совоспитанник Ирода, четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнава и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Эти, быв послан Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли на Кипр. И, быв в Соломине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафоса, нашли они некого волха, лжепророка, иудея по имени Вариевус, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Этот, призывав Варнава и Савла, пожаловал услышать Слово Божие. А Элиму, волх, так переводится имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же Павел, исполнивший Духа Святого и устренив на Него взор, сказал, «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать прямых путей Господних? И ныне вот рука Господа на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на Него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, девясь учению Господню. Отплыв из Пафоса, Павел и бывшие при нем прибыли в Пельгию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, продолжая путь из Пельгии, прибыли в Антиохию Писидийскую, и, войдя в Синагогу, в день субботний сели. После чтения закона и пророков, начальники Синагоги послали сказать им, «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, встав и дав знак рукой, сказал, «Мужи изорвитяне и боящихся Бога, послушайте, Бог народа этого избрал отцов наших и возвысил этот народ во время пребывания в земле египетской. И мышь своей вознесенной вывел их из нее. И около сорока лет питал их в пустыне. И, истребив семь народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после этого около четырехсот пятьдесяти лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Киса, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет сорок. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иесея, который исполнит всю волю мою». Из его-то потомца Бог по обетованию воздвиг Израилю спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил, «За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мной, у которого недостойно развязать обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода Аврамова и боящихся Бога между вами, вам посланы до слова спасения. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу. И не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его в гробницу. Но Бог воскресил его из мертвых. И в продолжение многих дней он являлся тем, которые пришли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне свидетели его перед народом. И мы благовестуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано, ты сын мой, я ныне родил тебя. А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление. Об этом сказал так, я дам вам милости, обещанному Давиду верно. Поэтому и в другом месте говорит, не дашь святому твоему увидеть тление. Давид свое время, послужив воле Божией, почил и приложился к отцам своим и увидел тление. А тот, который Бог воскресил, не увидел тление. Итак, да будет известно вам, мужи и братья, что ради него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказано пророками. Смотрите, презирающие, подивитесь и исчезнете. Ибо я делаю дело в дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказал вам. При выходе из иудейской синагоги, язычники просили говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи, и чтившие Бога, обращенные из изычников, последовали за Павлом и Варнавой, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, вам первым должно было быть проповедовать Слово Божие. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными в вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. «Ибо так заповедал нам Господь, я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. «Но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и знали их из своих пределов. Они же, отряхнув на них прах с ног своих, пошли в иконию. А ученики исполнялись радости и Духа Святого». В иконе они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. А неверующие иудеи возбудили и ожесточили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь немалое время, смело действуя в Господе, который во свидетельство Слово благодати Своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и повить их камнями, они, узнав об этом, удалились в Лакалонские города Листру и Дервию и окрестностей их. И там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом, «Тебе, говорю, во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо!» И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски, «Боги в образе человеческом сошли к нам!» И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слое. Жрец же идола Зевса, стоявшего перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, и хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнавы и Павел, услышав об этом, разодрали свои одежды, и, бросившись в народ, громогласно говорили, «Мужик, что вы это делаете? И мы, подобные вам люди, и благовествую вам, чтобы вы обратились от этих ложных богов к Богу Живому, который сотрил небо и землю и море, и все, что в них, который в прошедших родах позволил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищи весельем сердца наши». И, говоря это, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там учили, из Антиохии и Иконе пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, «Они не говорят ничего истинного, а все лгут!» И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, считая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавы в Дерви. Проповедав Евангелие этому городу и приобретя довольна учеников, они возвратились в Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого веровали. Потом, пройдя через Песидию, пришли в Памфилию и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию, а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними и как Он открыл дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками. Деяние 15 глава Некоторые пришедшие заудеи учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалый спор у Павла и Варнавы с ними, то поручили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по этому делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, будучи проведены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. По прибытии живой Иерусалим, они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами и возвестили все, что Бог сотворил с ними и как открыл дверь веры язычникам. Тогда встали некоторые из фарисейского учения, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения этого дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст Моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали?» И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ними, верой очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на шею учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, не мы, но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, «Мужи и братья, послушайте меня». Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с этим согласны слова пророков, как написано, «Потом обращусь и воссоздам скиню Давида падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие люди и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все это. Ведому Богу от вечности все дела его. Поэтому я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили избрать из своей среды мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавой, именно Иуду, прозываемого Варсавой, и силу мужей, начальствующих между братьями. Написали и вручили им следующее. Апостолы, пресвитеры и братья, находящиеся в Антиохии, Сирии и Кирики, братьям из язычников, радоваться. Поскольку мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали на ваши души, говоря, что должны обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими, Варнавой и Павлом, людьми, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени, более, кроме этого необходимого. Воздерживаться от идола жертвенного, и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая это, хорошо сделайте. Будьте здоровы. Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались этому наставлению. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. Пробав там некоторое время, они были с миром отпущены братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуй вместе с другими многими Слово Господне. Спустя некоторое время Павел сказал Варнаве, пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава взял Марка от плода Кипр. А Павел, избрав себе силу, отправился, будучи поручен братьями благодати Божией. И проходил он Сирию и Киликию, утверждая церкви. После этого Павел, оставив Афиды, пришел к Оринг, и найдя некоторого иудея по имени Акила, родом понтиец, и прискил жену его, недавно пришедших из Италии, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эдлинах. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел, понуждаем, был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отряхнув одежды свои, сказал им, «Кровь ваша на главах ваших я чист, отныне иду к язычникам». И пошел оттуда и пришел к некоему чтущему Бога по имени Иуст, которого дом был подле синагоги. Кривс же, начальник синагоги, уверовал Господа со всем домом своим. И многие из коринфян слушали, уверовали и крестились. Господь же, видя не ночью, сказал Павлу, «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобой, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он оставался там год и шесть месяцев, учая их Слово Божьему. Между тем, во время проконсульства Галеона в Ахаии иудеи додушно напали на Павла и привели его предсудилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галеон сказал иудеям, «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас, но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами, я не хочу быть судьей в этом». И прогнал их от судилища. А все ели, насхватив со свена начальника синагоги, били его перед судилищем, и Галеон нисколько не беспокоился о том. Павел Прогов еще много дней простился с братьями и отплыл в Сирию и с ним Крискила и Акила остригший голову кенфея по обету. Достигнув Ефеста, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть в них доли, он не согласился, простился с ними и сказал, «Мне непременно нужно провести приближающийся праздник в Иерусалиме, к вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу», и отправился из Ефеса. Акила же и Прискила остались в Ефесе. Побывав в Кесарии, он вошел в Иерусалим, приветствовал церковь и сошел в Антиохию. И, проведя там некоторое время, вышел и проходил по порядку страну Галатейскую и Ефею, утверждая всех учеников. Некто иудей по имени Аполлос, родом из Александрии, муж крестно-речивый и сведущий в Писании пришел Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господнего и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Анного. Он начал смело говорить в синагоге, услышав его Акила, Прискила, приняли его и, точнее, объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев, всенародно доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Деяние 19 глава. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя в верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли вы Святого Духа у верового. Они же сказали ему, мы даже не слыхали, что Дух Святой есть. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, в крещении Иоаннова. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по Нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, сошел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всего же их было около двенадцати человек. Придя в Синагогу, он безбоязненно проповедовал три месяца, беседуя и убедительно свидетельствуя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили в злословый путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана. Это продолжалось до двух лет, так что все жители Асии услышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елины. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали даже платки и оповисания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из китайшихся иудейских заклинателей стали призывать над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Это делали и семеро сыновей иудейского пересвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Это сделалось известным всем живущим в Эфесе иудеям и еленам, и напал страх на всех них, и величай ему было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела действом, довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их и оказалось их на пятьдесят тысяч здрав. С такой силой возрастало и укрепляло слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахайю идти в Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть и Рим. И послав Македонию двоих из служивших ему, Тимофей и Ераста, сам остался на время Васии. В то время произошел немалый мятеж против пути Господнего, ибо некто серебряник по имени Димитрий сделавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль. Собрав их и других подобных ремесленников, сказал, друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немало число людей, говоря, что те, сделанные руками человеческими не боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить и не испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная. Выслышав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря, «Велика Артемида Эфесская», и весь город наполнен со смятением. Схватив македонцев, Гайя и Аристарха, спутников Павла, они единодушно устремились в театр. Когда же Павел хотел выйти к народу, ученики не пустили его. Так же и некоторые российских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться в театре. Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знала, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукой, Александр хотел говорить народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос и около двух часов кричали «Велика Артемида Эфесская?» Блюститель же порядка успокоив народ, сказал «Мужи Эфесские, какой человек не знает, что город Эфес служитель великой богины Артемиды и Диапета? Если же в этом нет спора, то надо вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемиды не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебное собрание и есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании, ибо мы находимся в опасности за происшедшим ныне быть обвиненным в возмущении, так как нет никакой причины, которой мы могли бы оправдать такое сборище. Сказав это, он распустил собрание. 16 глава Дошел он до Дервии и Листре, и вот там был некоторый ученик по имени Тимофей, мать которого была иудейка, убившая отец Илин, и о которой свидетельствовали братья, находившиеся в Листе и Иконе. Его пожелал Павел взять с собой, и взяв обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был Илином. Проходя же по городам, они заповедовали верным соблюдать постановления утвержденные апостолами и пресвителями в Верксалиме. Из церкви утверждались веры и ежедневно увеличивались числом. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Галатия до миссии пытались пойти в Вифинию, но Дух не допустил их. Минонавав, же миссии сошли они в Трладу, и было ночью видение Павлу. перед предстал некий муж маконец македонец прося македонец 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 прося его говоря приди в македонию и помоги нам. После этого введения введения до час мы решили справиться в македонию заключая что призвал нас Господь боговествовать там. И так отправившись из Труазы мы прямым путем прибыли в саму Фракию и на другой день в Неаполь. Оттуда же Филиппы это первый город в той часть македонии колония колонии в этом городе мы пробыли несколько дней день уже судьботний мы вышли за город к реке где как мы думали было место для молитвы и сев разговаривали с обращившимися там с женщинами и одна женщина из города Фиатир по имени Лидия закрывавшая богиницей чтущая Бога слушала и слушала и Господь отверз сердце ее внимать тому что говорил Павел когда же крестилась она и домашняя ее то просила нас говоря если вы признали меня верной Господу то войдите в дом мой и живите у меня и убедила нас случилось что когда мы шли к месту молитвы встретилась одна служанка одержимая духом прорицательным которая через прорицание приносила большой доход господам своим идя за Павлом и за нами она кричала говоря эти люди рабы Бога Всевышнего которые возвещают вам путь спасения это она делала много дней Павел вознегодовав обернулся и сказал духу именем Иисуса Христа повеляет тебе выйти из нее дух вышел в тот же час тогда господа ее видя что исчезла надежда их дохода схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам и приведя их к воеводам сказали эти люди будущие иудеями возмущают наш город и проповедуют обычаи которых нам римлянам не следует принимать и исполнять народ же восстал на них а воеводы совмав с них одежды велели бить их палками и надеясь им нанеся им много ударов вергли в темницу приказав темничному стразу крепко стеречь их получив такое приказание он вернул их во внутренней темнице и ноги их забили в колодку около полночи Павел и сила молились воспевали Бога узники слушали их вдруг сделалось великое землетрясение так что поклевалось основание темницы то час отворили все двери и у всех оковы спали темничный же страж побудившись увидев что двери темницы отворены взлег меч и хотя хотел умирить себя думая что узники убежали но Павел возгласил громким голосом говоря не делай себе никакого зла ибо все мы здесь он потребовал огня вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и в силе и выведя их сказал государь мои что мне делать чтобы спастись они же сказали веруй в Господа Иисуса Христа и спасен будешь ты и весь дом твой и проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его и взяв их в тот час ночи он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его и приведя их в дом свой предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим что уверовал в Бога когда же настал день воеводы послали городских служителей сказать отпустите тех людей темничный слаж об этом павлу воеводы прислали отпустить вас и так выйдите теперь и идите с миром но Павел сказал им нас римских граждан без суда всенародно били и бросили в темницу а теперь тайно выпускают нет пусть придут и сами выведут нас городские служители пересказали эти слова воеводам и те испугались слыша что эти римские граждане и придя извинились перед ними и выведя просили удалиться из города они же выйдя из темницы пришли к лидии и увидев братьев наставили их и отправились пройдя через Амфиполь и Аполлонию они пришли в Фессалоникею в Фессалонику где была иудейская синагога Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писания открывая и доказывая им что Христу надлежал пострадать и воскреснуть из мертвых и что сей Христос есть Иисус которого я проповедую вам и некоторые из них уверовали и присоединялись к Павлу и Сили как из элинов идущих чтущих Бога великое множество так и изгнанных и знатных женщин немало но неуверовавшие иудеи возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей собрались толпой и возмущали город не приступив к дому из Иосона домогались вывести их к народу не найдя же их повлекли и Асона и некоторых братьев и городским начальникам кричали эти все свет все светные возмутители пришли сюда Авиан принял их и все они поступают против повеления Кесаря почитая царем другого Иисуса из тревожих народ и городских начальников слушали это но эти получив удостоверение от Иосона и прочих отпустили их братья же немедленно ночью отправили Павла и силу в Верию которые прибыв туда пошли в синагогу иудейскую здешние здешние были благомысленные фессалоникийских благомысленные фессалоникийских они приняли слово со всем усердием ежедневно разбирая писание точно ли это так и многие из них уверовали из илинских почтенных женщин и из мужчин немало но когда всесалоникийские иудеи узнали что Верии проповедуют Павла Слово Божие то пришли и туда возбуждая и возмущая народ тогда братья то часто отпустили Павла как будто идущего к морю а Сила и Тимофей остались там сопровождавшие Павла проводили его до Афин и получив поручение к Силе и Тимофею чтобы они скорее пришли к нему отправились в ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идолов и так он рассуждал с иудеями и с чтущими Бога в синагоге и ежедневно на площади со встречающимися некоторые из эпикурейских и стоических философов считали спорить с ним и одни говорили что хочет сказать этот суеслов другие кажется он проповедует о чужих божествах потому что благовествовал им Иисуса и воскресенье потому что он благовествовал им Иисуса и воскресенье и взяв его привели в Ария Опа и говорили можем ли мы знать что это за новое учение проповедуемое тобою ибо что-то странное ты вкладываешь в уши наши поэтому хотим знать что это такое Афиняне же и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время как в том чтобы говорить или слушать что-нибудь новое и Павел став посреди Ариопага сказал Афиняне посему вижу я что вы как бы особенно набожны ибо проходя и осматривая ваши святыни я нашел и жертвенник которому написано неведомому Богу всего то которого вы не знаете чтите я проповедую вам Бог сотворивший мир и все что в нем и будучи Господом неба и земли не в рукотворных храмах живете живет и не требует служения рук человеческих как бы имеющих в чем-либо нужду сам давая всему знать и дыхание и все от одной крови он произвел весь рот человеческий для обитания по всему лицу земли назначив предопределение времена и пределы их обитанию чтобы они искали Бога и ощутят ли Его и не найдут ли и не найдут ли хотя Он и не дел далеко от каждого из нас ибо мы им живем и движемся и существуем как некоторые из ваших стихотворцев говорили мы Его и род и род и род и так будучи родом Божиим не должны думать что Божество подобно золоту или серебру или камню получившему образ от искусства и вымысла человеческого и так оставляя времена неведения Бог ныне провели повелевает людям всем повсюду покаяться ибо Он назначит день который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа подав удостоверение всем воскресив его из мертвых услышав о воскресении мертвых они насмехались а другие говорили об этом послушаем тебя в другое время и так Павел вышел из среды их некоторые же мужи пристав к нему уверовали между ними был Дионисий Ариопагит и женщина по имени Дамарь и другие с ними по прекращению мятежа Павел призвал учеников и дав им наставления и простившись с ними вышел и пошел в Македонию пройдя же те места и преподав верующим мобильное наставление пришел в Алладу там пробыл он три месяца когда же по случаю возмущения сделанного против него иудеями он хотел отправиться в Сирию пришла ему мысль возвратиться через Македонию его сопровождали до Асии Сосипатр Пирров Вериец из Солонькийцев Аристрах Секунд и Гая Дервиянин и Тимофей из Осийцев Тихики и Трофим они пойдя вперед ожидали нас в Траде а мы после дней опресночи отплыли с Филипп и дней через пять прибыли к ним в Траду где пробыли семь дней в первый же день недели когда ученики собрались для преломления хлеба Павел намереваясь отправиться на следующий день беседовал с ними и продолжал слово до полуночи в горнице где мы собирались было довольно светильников во время продолжительной беседы Павел Павла один юноша по имени Евтих сидевший на окне погрузился в глубокий сон и сонную пал вниз с третьего этажа и поднят мертвым Павел сойдя пал на него и обняв его и сказал не тревожьтесь ибо душа его в нем взойдя же и преломив хлеб и вкусив беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел между тем отрока привели живого и немало утешились мы пошли вперед на корабль и поплыли вас чтобы взять оттуда Павла ибо он так приказал нам намереваясь сам идти пешком когда же он сошелся с нами во все то взяв его мы прибыли в Метелину и отплыв оттуда на следующий день мы остановились против Хиаса а на другой день пристали Ца Маосу и пробыли в Троагилии на следующий день прибыли в Мелит ибо Павлу рассудилось миновать Ефес чтобы не терять ему времени Васей потому что он спешил если возможно в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме из Мелита же послав в Ефес он призвал присвятеров церкви и когда они пришли к нему он сказал им вы знаете что я с первого дня в который пришел Васю все время был с вами служа Господу со всяким смелено мудрим и слезами в искушениях выпавших к мне по злоумышлению идеев как я не пропустил ничего полезного о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам возвещаю идеям и еленам покаяния пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа и вот ныне я по величию Духа иду в Иерусалим не знаю с чем там встречусь только Дух Святой во всем по всем городам свидетельствует говоря что узы и скорби ждут меня но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью только бы с радостью совершить поприще мое и служение которое принял я от Господа Иисуса проповедовать Евангелие благодати Божией и ныне вот я знаю что уже не увидите лица моего все вы между которым и ходил я проповедую Царствие Божие поэтому свидетельствую вам в нынешний день что чист я от крови всех ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию и так наблюдайте за собою и за всем стадом в котором Дух Святой поставил вас блестителями пости церковь Господа и Бога которую Он приобрел себе кровью своей ибо я знаю что по отношению моем войдут к вам лютые волки ибо я знаю что по отшествию моем войдут к вам лютые волки нещадящие стадо и из вас самих восстанут люди которые будут говорить превратно дабы увлечь учеников за собою поэтому бодрствуйте помятую что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас и ныне передаю вас братья Богу и слову благодати его могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными ни серебра ни золота ни одежды я ни от кого не пожелал сами знаете что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои эти во всем показал я вам что так трудясь надо поддерживать слабых пометовать слово Господа Иисуса ибо он сам сказал блажение давать нежели принимать сказав это он приплонил колени свои и со всеми ими помолился тогда немалый плач был у всех и падая на шею Павла целовали его скорбя особенно отсказанного им слова что они уже не увидят лица его и проводили его в кораблю когда же Деяния святых апостолов 21 глава когда же мы расставшись с ними отплыли то прямым путем пришли в Кос на другой день в Радос и оттуда в Потару и найдя корабль идущие Финики взошли на него и отплыли в Фиду Кипра и оставив его слева мы плыли в Сирию и пристали в Тире ибо тут надежало выгрузить груз корабля и найдя учеников пробыли там семь дней они по внушению духа говорили Павлу чтобы он не ходил в Иерусалим проведя эти дни мы вышли и пошли и нас провожали все с женами и детьми даже за город и на берегу преклонив колени помолились и простившись друг с другом мы зашли на корабль а они возвратились домой мы же совершив плавание прибыли из Тира к Том-Лемаиду где приветствовали братьев пробыли у них один день а на другой день Павел и мы бывшие с ним выйдя пришли в Кесарию и войдя в дом Филиппа благовестника одного из семи дьяконов остались у него у него у него были четыре дочери девицы пророчествующие между тем как мы пребывали у них многие дни пришел из Иудеи некто пророк по имени Агаф и войдя к нам взял пояс Павла и связав себе руки и ноги сказал так говорит Дух Святой мужа чей этот пояс так свяжут в Иерусалиме Иудеи и придадут в руки язычников когда же мы услышали это то и мы и тамошние просили чтобы он не ходил в Иерусалим но Павел в ответ сказал что вы делаете что плачете и сокрушаете сердце мое я не только хочу быть узником но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса когда же мы не могли уговорить его то успокоились сказав да будет воля Господня после этих дней приготовившись пошли мы в Иерусалим с нами пришли и некоторые ученики из Кесарии провожая нас к некому Моносону Типриоту давнему ученику у которого можно было бы нам жить по прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас на другой день Павел пришел с нами к Якову пришли и все присвятели приветствовав их Павел рассказывал подробно что сотворил Бог у язычников служением его они же выслушав прославили Бога и сказали ему видишь брат сколько тысяч уверовавших иудеев и все они ревнители закона а тебе наслышались они что ты всех иудеев живущих между язычниками учишь отступление от Моисея говоря чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям и так что же верно соберется народ ибо услышат что ты пришел сделай же что мы скажем тебе есть у нас четыре человека имеющие на себе обед взяв их очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них чтобы остригли себе голову и узнает все что слыша на имя тебе несправедливо но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон об уверовавших язычниках мы писали положив чтобы они ничего такого не соблюдали а только хранили себя от идула жертвенного от крови от удавления и от блуда тогда Павел взяв тех мужей и очистившись с ними на следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения когда должно быть принесено за каждого из них приношение когда же семь дней подошли к концу осийские иудеи увидев его в храме возмутили весь народ и наложили на него руки крича мужи израильские помогите этот человек всех повсюду учит против народа и закона и место этого притом и Элина вел в храм и осквернил святое место это ибо предтем они видели с ним в городе Трофима и Фессианина и думали что Павел его вел в храм весь город пришел в движение и делалось течение народа и схватив Павла повлекли его из храма и тот час заперты были двери когда же они пытались убить его до тысячи начальника полка дошла вещь что весь Иерусалим возмутился он тот час взяв воинов из сотников устремился на них они же увидев тысячу начальника и воинов перестали бить Павла тогда тысяча начальник приблизившись взял его и велел сковать двумя цепями и спрашивал кто он и что сделал в народе одни кричали одно а другие другое он же так как не мог из-за смятения узнать ничего верного повелел везти его в крепость когда же он был на лестнице то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа ибо множество народа следовало за ними кричало смерть ему при входе в крепость Павел сказал тысячу начальнику можно ли мне сказать тебе нечто а тот сказал ты знаешь по-гречески так не ты ли тот египтянин который перед этими днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек разбойников Павел же сказал я иудей торсянин гражданин небезызвестного киликийского города прошу тебя позволь мне говорить к народу когда же тот позволил Павел стоя на лестнице дал знак рукой народу и когда сделалось глубокое молчание начал говорить на еврейском языке так глава 2 вы выслушайте теперь мое оправдание перед вами услышав же что он заговорил с ними на еврейском языке они еще более утихли он сказал я иудей родившийся в Тарсе киликийском воспитанный в этом городе у нога молила тщательно наставленный в отеческом законе ревнитель по боге как и вы все ныне я даже до смерти гнал последователей этого учения связывая и придавая в темницу мужчин и женщин как засвидетельствует обо мне первосвященник что все старейшины от которых и письма взял братьям я шел в Дамаск чтобы на тамошних привезти волковых в Иерусалим на истязание когда я же был в пути и приближался к Дамаску около полудня вдруг осеял меня великий свет с неба я упал на землю и услышал голос говоривший мне Саввл Саввл что ты гонишь меня я отвечал кто ты Господи он сказал мне я Иисус Назарей которого ты гонишь бывшие со мной свет видели и пришли в страх но голоса говорившего мне не слыхали тогда я сказал Господи что мне делать Господь же сказал мне встань и иди в Дамаск и там тебе сказано будет все что назначено тебе делать а как я от славы света того лишился зрения то бывшие со мной за руку привели меня в Дамаск некто она не муж благочестивый по закону одобряемый всеми иудеями живущими в Дамаске пришел ко мне и подойдя сказал мне брат Савл прозри и оттачас увидел его он же сказал мне Бог отцов наших избрал тебя чтобы ты познал волю его увидел праведника и услышал глаз из уст его потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми в том что ты видел и слышал итак что ты медлишь встань крестись и омой грехи твои призвав имя Господа Иисуса когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме пришел я в выступление и увидел его и он сказал мне поспеши и выйди скорее из Иерусалима потому что здесь не приму твоего свидетельства обо мне я сказал Господи им известно что я верующих в тебя заключал в темнице и бил в синагогах и когда проливалась кровь Стефана свидетеля твоего я там стоял одобрял убиение его из трех одежды побивавших его и он сказал мне иди я пошлю тебя далеко к язычникам до этого слова слушали его а за этим подняли крик говоря истреби от земли такого ибо ему не должно жить между тем как они кричали метали одежды и бросали пыль в воздух тысяченачальник повелел везти его в крепость приказал бищевать его чтобы узнать по какой причине так кричали против него но когда растянули его ремнями Павел сказал стоявшему сотнику разве вам позволено бищевать римского гражданина дай без суда услышав это сотник пошел и донес тысяченачальнику говоря смотри что ты хочешь делать этот человек римский гражданин тогда тысяченачальник подойдя к нему сказал скажи мне ты римский гражданин он сказал да тысяченачальник отвечал я за большие деньги приобрел это гражданство Павел же сказал а я родился в нем тогда тотчас отступили от него хотевшие пытать его а тысяченачальник узнал что он римский гражданин испугался что связал его на другой день желая достоверно узнать в чем обвинять его иудеи освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону и выведя Павла поставил его перед ними Павел устремив взор на Синедрион сказал мужи братья я всей доброй совестью служил пред богом до сего дня первосвященник же Анания стоявший перед ним приказал бить его по устам тогда Павел сказал ему бог будет бить тебя стена подбеленная ты сидишь чтобы судить по закону и вопреки закону велишь бить меня предстоящие же сказали первосвященника божьего поносишь Павел сказал я не знал братья что он первосвященник ибо написано начальство существующего в народе твоем не злословь Павел же узнав что тут одна часть саддукеев а другая фарисеев возгласил Синедрионе мужи братья я фарисей сын фарисея зачаяние воскресения мертвых меня судят когда же он сказал это произошло расприя между фарисеями и саддукеями и собрание разделилось ибо саддукеи говорят что нет воскресения ни ангела ни духов ни духа а фарисеи признают и то и другое поднялся большой крик и встав книжники фарисейской стороны спорили говоря ничего худого мы не находим в этом человеке если же дух или ангел говорил ему не будем противиться богу но так как раздор увеличился то тысяча начальника послаешь чтобы они не растерзали Павла повелел воинам сойти взять его из среды их и отвезти в крепость следующую ночь Господь явившись ему сказал дерзай Павел ибо как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме так надлежит тебе свидетельствовать с наступлением дня некоторые иудеи сговорились заклялись не есть и не пить доколе не убьют Павла было же более сорока сделавших такое заклятие они придя к первосвященникам и старейшинам сказали мы клятвой заклялись не есть ничего пока не убьем Павла и так ныне живы синедрионом дайте знать тысяченачальнику что чтобы он завтра вывел его к вам как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем мы же прежде нежели он приблизится готовы убить его услышав об этом умысле сын сестры Павла пришел и войдя в крепость уведомил Павла Павел же призвав одного из сотников сказал отведи этого юношу к тысяченачальнику ибо он имеет нечто сказать ему тот взяв его привел к тысяченачальнику и сказал узник Павел призвав меня просил отвезти к тебе этого юношу который имеет нечто сказать тебе тысяченачальник взяв его за руку отойдя с ним в сторону спрашивал что такое имеешь ты сказать мне он отвечал иудеи договорились просить тебя чтобы ты завтра вывел Павла перед Синедрион как будто они хотят точнее следовать делу о нем но ты не слушай их ибо его подстерегают более сорока человек из них которые заклялись не есть и не пить доколе не убьют его и они теперь готовы ожидая твоего распоряжения тогда тысяченачальник отпустил юноша сказав никому не говори что ты объявил мне это и призвав двух сотников сказал приготовьте мне воинов пеших двести конных семьдесят и стрелков двести чтобы с третьего часа ночи шли в кесарию приготовьте также ослов чтобы посадив Павла припроводить его к правителю Феликса написал и письмо следующего содержания Клавдии Лисии достопочтенному правителю Феликсу радоваться этого человека иудеи схватили и готовы были убить и я придя с воинами отнял его узнав что он римский гражданин потом желая узнать в чем обвиняют его привел его в Синедрион и нашел что его обвиняют спорных мнениях касающихся закона их но что нет в нем никакой вины достойной смерти или оков а как до меня дошло что иудеи злоумышляют против этого человека то я немедленно послал его к тебе приказав и обвинителям говорить на него перед тобою будь здоров и так воины взяв Павла по данному им приказанию повели его ночью в антипатриду а на другой день предоставив конным идти с ним возвратились в крепость а те придя в Кесарию отдав письмо правителю представили ему и Павла правитель прочитав письмо спросил из какой он области и узнав что из Киликии сказал я выслушаю тебя когда явятся твои обвинители и повелел ему быть под стражей выродовой притории через пять дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с неким ритером Киртуллом которые жаловались правителю на Павла когда же он был призван тот Киртул начал обвинять его говоря всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы что тебе достопочтенный Феликс обязаны многим миром и твоему попечению преобразованиями на благо этого народа но чтобы много не утруждать тебя прошу тебя выслушать нас кратко со свойственным тебе снисхождением найдя этого человека язвой общества возбудителем мятежа между иудеями живущими по вселенной и представителем назарейской ереси который отважился даже осквернить храм мы взяли его и хотели судить его по нашему закону но тысячи начальник лисий придя с великим насилием взял его из рук наших и послал к тебе повелев нам обвинителем его идти к тебе ты можешь сам разобравшись узнать от него обо всем том в чем мы обвиняем его иудеи иудеи подтвердили сказав что это так Павел перед Феликсом Павел же когда правитель дал ему знак говорить отвечал зная что ты многие годы справедливо судишь народ этот я тем свободнее буду защищать мое дело ты можешь узнать что не более 12 дней тому как я пришел в Иерусалим для поклонения и не в святилище ни в синагогах ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение и не могут доказать того в чем теперь обвиняют меня но в том признаюсь тебе что по учению которое они называют ересью я действительно служу Богу отцов моих веруя всему написанному в законе и пророках имея надежду на Бога что будет воскресение мертвых праведных и неправедных чего и сами они ожидают поэтому сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми после многих лет я пришел чтобы доставить милостыню народу моему и приношение при этом нашли меня очи очистившегося в храме ни с народом и ни с шумом это были некоторые осийские иудеи которым надлежало бы предстать пред тобой и обвинять меня если что имеют против меня или пусть эти самые скажут какую нашли они во мне неправду когда я стоял пред сенитриона разве только то одно слово которое громко произнес я стоя между ними что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами выслушав это Феликс отстрочил тело их сказав рассмотрю ваше дело когда придет тысяча начальник лисий и я обстоятельно узнаю об этом учении а Павла приказал сотни кустеречь но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему Павел перед Феликсом и друзилою через несколько дней Феликс придя с друзилой женой своей иудейкой призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса и как он говорил о правде о воздержании и о будущем суде то Феликс пришел в страх и отвечал теперь пойди а когда найду время позову тебя потом же надеялся он что Павел даст ему денег чтобы отпустил его поэтому часто призывал его и беседовал с ним но по прошествии двух лет Феликса сменил порции фест желая доставить удовольствие иудеям Феликс оставил Павла в узах Деяние апостола его прося чтобы он сделал милость вызвал его в Иерусалим и злоумышлять убить его в пути но Фест отвечал что Павел содержится в Кесарии под стражей и что он сам скоро отправится туда и так сказал он которые из вас могут пусть пойдут со мной и если есть что-нибудь за этим человеком пусть обвиняют его пробыв же у них не больше восьми или десяти дней возвратился в Кесарию и на другой день сев на судейское место повелел привезти Павла когда он явился страли кругом пришедши из Иерусалима иудеи приноситься на Павла многие тяжкие обвинения которых не могли доказать он же в правде свое сказал в оправдании свое сказал я не сделал никакого преступления не против закона иудейского не против храма не против Кесаря Фест желая сделать угодно иудеев сказал в ответ Павлу хочешь ли идти в Иерусалим чтобы я там судил тебя в этом Павле сказал я стою перед судом Кесарем где мне и следует быть судимым иудеев я ничего не обидел как и ты хорошо знаешь ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойно смерти то я не отрекаюсь умереть а если ничего того нет в чем обвинять меня то никто не может выдать меня им требую суда Кесарева тогда Фест проговорив с советом отвечал ты требовал суда Кесарева и к Кесарю и отправился через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста и как они провели там много дней то Фест предложил царю Дева Павла говоря здесь и человек оставленный Феликсом в узах на которого бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились священники и старейшины иудейские требуя осуждения его я отвечал им что у Римля нет обыкновения выдавать кого-нибудь человека на смерть прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защититься против обвинения когда же они пришли сюда то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привезти этого человека обступив его обвинителей не представили ни одного из обвинений какие я предполагал но они имели некоторые споры с ним ибо их богоподчинений и каком-то Иисусе умершем о котором Павел утверждал что он жив затрудняясь в решении этого вопроса я спросил хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом но так как Павел требовал чтобы он ставлен был на рассмотрение Августа то я велел содержать его под стражей до тех пор пока не пришлю его к кесарю Агриппа же сказал Фесту хотел бы я послушать этого человека завтра же отвечал тот услышишь его на другой день когда Агриппа и Вероника пришли с великою пушностью и вошли в судебную палату с тысяченачальником и знатнейшими гражданами по приказанию Феста прием был Павел и сказал Фест царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи вы видите этого против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали что ему не должно более жить но я нашел что он не сделал ничего достойного смерти и так как он сам требовал сюда у Августа то я решился послать его к нему я не имею ничего верного написать о нем государю поэтому привел его перед вас и особенно пред тебя царь Агриппа дабы рассмотрение было мне что написать ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинения на него защитная речь Павла Агриппа сказал Павлу позволяется тебе говорить за себя тогда Павел простил широку стал говорить в свою защиту царь Агриппа почитаю себя счастливым что сегодня могу защититься перед тобою во всем в чем обвиняют меня иудеи тем более что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев поэтому прошу тебя выслушать меня великодушно жизнь мою от юности моей которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме знают все иудеи они издавна знают обо мне если захотят свидетельствовать что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению и ныне я стою пред судом за надежду на обетование данное от Бога нашим отцам которого исполнение надеются увидеть наши двенадцать колен усердно служа Богу день и ночь за эту надежду царь Алипа обвиняет меня иудеи что же неужели вы невероятны почитаете что Бог воскрешает мертвых правда это и я думал что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея это я и делал в Иерусалиме получив власть от первосвященников я многих святых заключал в темнице и когда убивали их я подавал на то голос и по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хурить Иисуса и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах свидетельство Павла для этого идя в Дамаск с властью и поручением от первосвященников среди дня на дороге я увидел государь с неба свет превосходящий солнечное сияние осиявший меня и шедших со мною все мы упали на землю я услышал голос говоривший мне на еврейском языке Саву Саву что ты гонишь меня трудно тебе идти против рожна я сказал кто ты Господи он сказал я Иисус которого ты гонишь но встань и встань на ноги твои ибо я для того и явился тебе чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того что ты видел и что я открою тебе избавляя тебя от народа иудейского и от язычников которым я теперь посылаю тебя открыть глаза им чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и верой в меня получили спасение прощение грехов и жребий с освященными Павел о своем служении поэтому царя Рипа я не воспротивился небесному видению но сперва жителям Дамаска и Иерусалима потом всей земли иудейской и язычникам проповедовал чтобы они покаялись и обратились к Богу делая дела достойные покаяния за это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать но получив помощь от Бога я до сего дня стою свидетельствую малому и великому ничего не говоря кроме того о чем пророки и Моисей говорили что это будет то есть что Христос должен пострадать и восстав первый из мертвых возвестить свет народу иудейскому и язычникам когда он так защищался фест громким голосом сказал безумствуешь ты Павел большая ученость доводит тебя до сумасшествия недостопочтенный фест сказал он я не безумствую но говорю слова истинно и здравого смысла ибо знает об этом царь пред которым я говорю смело я отнюдь не верю чтобы от него было что-нибудь из этого сокрыто ибо это не в углу происходило веришь ли царь Аврипа пророкам знаю что веришь Аврипа сказал Павлу ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином Павел сказал молись бы я Бога чтобы мало ли много ли не только ты но и все слушающие меня сегодня сделались такими как я кроме этих уз когда он сказал это царь и правитель вереника и сидевшие с ними встали и отойдя в сторону говорили между собою что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает и сказал это не по тесту можно было бы освободить этого человека если бы он не потребовал суда у кесаря поэтому и решился правитель послать его кесарю когда решено было плыть нам в Италию то отдали Павла и некоторых других узников сотнику полка августа по имени Юлий мы зашли на адрамитский корабль и отправились намереваясь плыть около осийских мест с нами был Аристарх македонец из Фессалоники на другой день пристали к Сидону Юлий поступая с Павлом человеколюбиво позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием отправившись оттуда мы из-за встречных ветров плыли под прикрытием Кипра и переплыв море напротив Килики и Памфилии прибыли в мир Иликийский там сотник нашел Александрийский корабль плывущий в Италию и посадил нас на него медленно плавая многие дни и едва поравнявшись к Нидам по причине неблагоприятного нам ветра мы подплыли к Криту при Салмоне пробравшись же с трудом мимо него прибыли к одному месту называемому Хорошей пристани близ которого был город Лосея но так как прошло много времени и плавание было уже опасно потому что и пост уже прошел то Павел советовал говоря им мужи я вижу что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и для корабля но и для нашей жизни но сотник более доверял кормщему и начальнику корабля нежели словам Павла а как пристань не было приспособлено к зимовке то многие давали совет отправиться оттуда чтобы если возможно дойти до Финика пристани Критской открытой юго-западному и северо-западному ветрам и там перезимовать пододежный ветер и они подумав что уже получили желаемое отправились держаться берега вдоль Крита но вскоре с острова поднялся ураганный ветер называемый Эвракледон корабль схватило так что он не мог противиться ветру и мы носились отдавшись волнам и набежав на один островок называемый Клавда мы едва могли удержать лодку подняв ее на борт взяли канаты и стали обвязывать корабль боя же чтобы не сесть на мель спустили парус и таким образом носились на другой день из-за сильного разбушевался шторма начали выбрасывать груз а на третьем мы своими руками выбросили оснастку корабля но как многие дни не видно было ни солнца ни звезд и продолжалась сильная буря то наконец исчезла всякая надежда на наше спасение и как долго не ели то Павел став посреди них сказал мужи надлежало послушаться меня и не отходить открыто чем мы избежали бы этих бедствий и ущерба теперь же убеждаю вас ободриться потому что ни одна душа из вас не погибнет а только корабль ибо ангел Бога которому принадлежу я и которому служу явился мне в эту ночь и сказал не бойся Павел ты должен предстать перед кесарем и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой поэтому ободритесь мужи ибо я верю Богу что будет так как мне сказано нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров в 14 ночь как мы носимы были в Адриатическом море около полуночи корабельщики стали догадываться что приближаются к какой-то земле и вымерив глубину нашли 20 сажений потом на небольшом расстоянии вымерив опять нашли 15 сажений опасаясь чтобы не попасть на каменистые места бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку делая вид будто хотят бросить якоря с носа Павел сказал сотнику и воинам если они не останутся на корабле то вы не сможете спастись тогда воины отсекли веревки у лодки и она упала перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу говоря сегодня 14 день как вы в ожидании остаетесь без пищи не принимая ничего потому прошу вас принять пищу это послужит сохранение вашей жизни ибо ни у кого из вас не пропадет волос головы сказав это взяв хлеб он возблагодарил бога перед всеми и разломив начал есть тогда все ободрились и также приняли пищу было же всех нас на корабле 276 душ насытившись же пищей стали обличать корабль выкидывая пшеницу в море когда настал день землю не узнавали а усмотрели только некоторый залив имеющий плугий берег которому и решились по возможности предстать с кораблем и подняв якоря пошли по морю и развязав рули и подняв малый парус по ветру держали к берегу попали на косу и корабль сел на мель нос увяз и остался недвижим а корма разбивались силою волн воины решили было мертвить узников чтобы кто-нибудь выплыв не убежал но сотник желая спасти Павла удержал их от этого намерения и велел имеющим плавать первым броситься и выйти на землю впрочем же спасаться кому на досках а кому на чем нибудь от корабля и таким образом все спаслись на землю спасшись же бывшие с Павлом узнали что остров называется Мили и на племеннике оказали нам немалое человеколюбие ибо они из-за дождя и холода разражили огонь и приняли всех нас когда же Павел набрал множество хвороства и клал на огонь тогда ехидно выйдя от жара повисло на руке его и на племеннике когда увидели висящую на руке его змею говорили друг другу верно этот человек убийца когда его спавшегося из моря богиня мести не оставляет жить но он стряхнув змею в огонь не потерпел никакого вреда они ожидали быдло что у него будет воспаление он внезапно упадет мертвым но ожидая долго и видя что не случилось с ним никакой беды переменили мысли и говорили что он бог около того места были поместья начальника острова по имени публи он принял нас и три дня дружелюбно угощал отец публия лежал страдая горячкой и болью в животе павел вошел к нему помолился и возложив на него руки свои исцелил его после этого события и прочие на острове имевшие болезни приходили и были исцеляемы и оказывали нам множество почестей и при отъезде снабдили нужным через три месяца мы отплыли на александрийском корабле называемом Диаскуры взаимовавшем у того острова и приплыв в Сирахузы пробыли там три дня оттуда отплыв прибыли в Риге и как через день подул южный ветер прибыли на второй день у теологи нашли братьев и были упрошены пробыть у них семь дней а потом вошли в Рим тамошние братья услышав о нас вышли нам навстречу до Апиевой площади и трех гостиниц увидев их Павел возблагодарил Бога и ободрился когда же пришли мы в Рим то сотник передал узников военачальнику а Павлу позволено было жить особо с воином стерегущим его через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев и когда они сошлись говорил им мужи и братья не сделав ничего против народа или отеческих обучаев я в узах из Иерусалима предан в руки римлян они судив меня хотели освободить потому что нет во мне никакой вины достойной смерти но так как иудеи противоречили то я вынужден был потребовать суда у Кесая впрочем не для того чтобы обвинить в чем либо мой народ по этой причине я и позвал вас чтобы увидеться и поговорить с вами ибо за надежду Израилева обложен я этой цепью они же сказали ему мы ни писем не получали о тебе из иудеи ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого впрочем желательно нам слышать от тебя как ты мыслишь ибо известно нам что об этом учении везде спорят и назначив ему день очень многие пришли к нему в гостиницу и он с утра до вечера излагал им учение о царстве Божием убеждая и приводя свидетельство об Иисусе из закона Моисеева и пророков они убеждались словами его одни убеждались словами его а другим не верили будучи же согласны между собой они уходили когда Павел сказал следующие слова хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаия пойди к народу этому и скажи слуха услышите и не уразумеете и очами смотреть будете и не увидите ибо огрубело сердце людей этих и ушами с трудом слышат и очи свои сомкнули да не узрят очами и не услышат ушами и не уразумеют сердцем и не обратятся чтобы я исцелил их и так да будет вам известно что спасение Божие послано язычникам они и услышат когда он сказал это иудеи много споря между собой когда он сказал это иудеи ушли много споря между собой и жил Павел целых два года на своем иждивении принимал всех приходивших к нему проповедуя царство Божие уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением беспрепятственно на своем иудеи иудеи